Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это сравнение трех Huawei Mate 20, Mate 20 Lite и Mate 20 Pro. Конечно, основной сравнивать нужно две старших модели, потому что Mate 20 Lite он попроще, у него и камера попроще, у него и, самое главное, процессор попроще. Хотя, если вы не играете в игрушки, какой-то глобальной разницы не будет. Единственное, отмечу сразу, что телефоны все работают быстро, но по сравнению с Lite, версия Pro и версия обычная, Mate 20, работают вообще ощутимо быстрее. И ощутимо быстрее работают, чем тот же Huawei P20 или P20 Pro. С этой серией их тоже можно и нужно сравнивать, но в этом обзоре поговорим именно о всех Mate. Первое, что про них хочется сказать, основное отличие, я, наверное, все-таки Mate уберу, потому что все-таки он от них отличается сильно. Так, для общего фона я его взял. На самом деле, основная битва происходит между двумя телефонами, они отличаются достаточно сильно. Это Mate 20 обычный и Mate 20 с приставкой Pro. Все очень просто. Во-первых, диагонали дисплея, как ни странно, в Mate 20 Pro диагональ несколько меньше, но незначительно. И сам телефон более вытянутый, более широкий формат, как мы видим. Еще разница, конечно, достаточно большая в технологии. Если здесь OLED в Mate 20 Pro, то в Mate 20 классический IPS. Но, как ни странно, по времени работы батареи они очень сопоставимы. Для меня это загадка, потому что обычно OLED-дисплей живут значительно дольше. Но дело в том, что, забегая вперед, скажу сразу, что в Mate 20 Pro батарейка 4200 мА, в Mate 24000 здесь дисплей несколько больше, здесь дисплей IPS, здесь в прошке дисплей AMOLED, но работают они с разницей всего несколько минут. Я запустил один и тот же видеофайл на максимальной яркости экранов. IPS AMOLED. И они шли ноздря к ноздря. Я периодически поглядываю, смотрю, осталось там, например, 82%, 81%, 75%, 74%. Там здесь осталось, например, 53%, здесь 52% или 50%. Не больше, чем 2% расхождения было. В итоге оба телефона выдержали почти 12 часов воспроизведения видео. Для меня загадка, почему так? Потому что, если кто смотрит меня давно и так вот увлекается технологиями, знайте, вы знаете так же, как и я, что AMOLED или OLED дисплеи, они более экономичные как раз на воспроизведении видео. А видеофайл у меня один и тот же. Это там и черный, и темных сцен много, и светлых. Это Berg Gris, путешествие там в Сибири, что ли. Не, не в Сибири, как раз я выбирал снега, чтобы было мало белого. Путешествие в джунглях. Загадка. А так, по времени работы я, на самом деле, сейчас схожу с обычной Mate 20. Она значительно мне интереснее, чем прошка. Объясню сразу, почему. Время работы хорошее. У меня чувство, что он спокойно доживает. Не чувство, а вот я с ним хожу, если я его прям сильно совсем не загружаю всякими игрушками, типа PUBG Mobile, то с утра до вечера остается процентов еще около 40-50. Это при такой среднеактивной нагрузке. Соответственно, прошка живет приблизительно так же. То есть, более чем на день с такими батареями, даже с такими мощными процессорами, Kirin 980 телефона хватит. Отличие второе, очень важное. Конечно же, водостойкость. В Mate 20 Pro водостойкость есть. В обычном Mate водостойкости нет. Под воду окунать его нельзя. Третье отличие, не знаю, как вам, но для меня оно важно. Это, конечно, наличие разъема для наушников в обычной версии Mate 20. В Mate 20 Pro разъема для наушников нет. И меня это разочаровывает, честно говоря. Он дороже. Здесь Super Mali-дисплей. Здесь, кстати, беспроводная зарядка еще есть. Здесь более быстрая зарядка. Но здесь есть монобровь, а здесь вырез. Притом, вырез это лучше, чем монобровь. Но вообще, когда их нет, совсем хорошо. И рамочки внизу поменьше, притом приблизительно одинаковые. Но на самом деле, вырез даже лучше, чем монобровь. Я бы предпочел, чтобы не было никаких вырезов вообще. Но вот именно в 20-ке, без приставки Pro, типа вот как Oppo делает, например. Но здесь он, правда, больше. Он больше бросается в глаза, чем или Vivo, например, чем в других телефонах с таким вырезом. Или OnePlus 6, более известный нам. Что касается старшего флагманского телефона, Pro, то тут вырез полноценный. И, конечно, мне они поднадоели. Не буду уже 10 раз об этом говорить. 20-ый. Но без них лучше. Ладно. Следующее, конечно, отличие, ребят, по камерам. Вот тут получилась ситуация просто адовая. В том плане, что, конечно, по одной фотографии судить нельзя. Но я в своей группе ВКонтакте ArtStyle сделал фотографии на Google Pixel и на третьих телефона. Lite, обычный и Pro. И дал вам голосовать. Специально запутал цифры, раскидал по-разному. Вы проголосовали 60%, грубо говоря, больше половины значительных 4 за обычный Mate 20, не Pro. Что интересно, Google Pixel оказался последним, а предпоследним оказался Pro. А, не вру, все-таки наравне почти Google Pixel и Lite, конечно. Правда, некоторые писали, что четвертое фото, именно четвертое, был Mate 20 Pro, который, по идее, должен лучше всех фотографировать. Но он оказался на, грубо говоря, там, в третьем месте. На втором-третьем месте. Удивительно. И, как я не делал разные фотографии, вы оригиналы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Ну и сейчас, видите, на экране фотография идет с обычного Mate 20. Следом за ней идет фотография Mate 20 Pro. После этого идет Lite. И, соответственно, Google Pixel. И вот, пока я говорю, я их подпишу, все так и будет. В такой же последовательности. Но оригиналы вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. То есть, с фотографиями я скажу как. Ночной режим лучше включать. Он, конечно же, крутой. Но мне больше всего в ночном режиме запомнился Oppo RX 17 Pro. Вот там ночной режим Космос. Но и здесь он тоже впечатлит вас. Обязательно включайте ночные режимы. Это касается обычной версии и прошки. Далее. Сканер в экране. Сейчас это уже становится модным по-настоящему. Он есть только в старшей модели в Pro. Работает, как и на других телефонах, которые я тестировал, так же быстро и практически. Ну, не практически, а он всегда, если палец правильно подносит, разблокирует. Не было случая, вот, по крайней мере, на прошке, чтобы не разблокировал. Еще отличие, какое интересное. Не отличие. Объединяет эти телефоны старшие Mate 20 и Mate 20 Pro. Наличие дурацкого формата еще одного, который нам навязывают, надеюсь, он не пойдет, честно говоря. Это Nano SD. То есть, с одной стороны, вроде это логично, потому что Nano SIM-ка стала уже как форматом уже кода 4-5. Все на нем телефоны. Ну, 99% Nano SIM. Мы к ним привыкли. А microSD-шку теперь тоже хотят укоротить. Не знаю, зачем, честно говоря. По логике, по идее, да, вроде как, можно вместо второй SIM-карты, но с другой стороны, зачем этот формат, а куда девать старые microSD-шки, когда она так малюсенькая, я понять не могу. А вы напишите, как думаете, стоит ли вообще производителям переходить с microSD, она и так малюсенькая, на Nano SD, которая еще меньше. Не знаю, мне кажется, это бессмысленно. Мне просто жаль переносить все со старых карточек microSD. Далее. По весу, кстати, они одинаковые. 189 и 190 грамм, две старшие модели. И, конечно же, я отмечу, вот этот блок камер, он, конечно, такой странноватый. Странноватый. Притом на прошке в верхнем правом углу, а на обычной, мыть в верхнем левом вспышка. Ну, дизайн, понятие для всех разное. Кому-то нравятся угловатые телефоны, кому-то нравятся округлые, кому-то металлические, кому-то пластиковые даже. И так далее. Стеклянные. Телефоны, кстати, разумеется, оба стеклянные. В комплекте идут бамперы к обоим телефонам. И это, на мой взгляд, хорошо. Потому что хоть Huawei пишет на своем официальном сайте о том, то, что телефоны обработаны специально, антискользящие, как-то в руках не скользят, но, конечно, чуда не будет. Единственное, отмечу, текстура у прошки, конечно, поинтереснее. Она более такая шерша. Невозможно передать вот словами. Это нужно брать просто в руки. Она такая, знаете, приятная. Телефон держишь в руке, он приятный, но все равно в некоторых ситуациях он может быть скользким. В некоторых. А вот что касается обычных, тоже все хорошо, но стекло есть стекло, как бы его ни обрабатывали. Бампера в комплекте это хорошо. Что касается еще раз камер, скажу, то оба телефона пишут еще в формате, разумеется, 4К. Примеры видео можете посмотреть по ссылке под видео. Сканер отпечатка пальцев есть на обычной Mate 20. На прошке, как и говорил, он встроен прямо в экран. Да, еще, кстати, есть инфракрасные порты на обоих телефонах сверху. Это тоже не помешает. Знаете, ребят, про стереозвук очень необычно. Я не сразу даже обратил внимание в тесте, что здесь как такового динамика нет на прошке, на торце телефона. На самом деле, звук идет отсюда, как будто из разъема Type-C. И, представляете, вот опять же про скользкость. Правда, он окей, лежит он у меня этим экраном. Вот, сейчас не скользит. Но все равно, стеклянный телефон есть стеклянный телефон. Так вот, здесь ли в обычной Mate 20 динамик классические решетки вот здесь вот сверху, то в прошке динамик звук как будто идет прямо через разъем Type-C и прямо через слот. Это удивительно. Но звук хороший, ничего не скажу. По качеству звука, кстати, ребят, Mate 20 меня приятно удивил. Так удивил, вот еще один съехал. Еще один скользкий телефон. Ну, говорю, стекло есть стекло. Будьте аккуратнее с стеклянными телефонами. Так вот, что касается качества звука, то Mate 20 звучит очень даже достойно через проводные наушники. Хорошо. Прям вот реально хорошо. Слушать приятно. Что касается, есть переходник, конечно, с Type-C, либо беспроводные, то тут беспроводные телефоны, беспроводной звук для меня звучит на всех телефонах плюс-минус одинаково. То изюминке, которая была через зажим для наушников, которые я слышал, я теперь как-то особо не слышу, если слушаю через переходник. Приблизительно равны все телефоны любой марки. Далее, что хочется вам про них рассказать, про их отличия. Точнее, знаете как? Я сейчас расскажу про процессор еще. Все очень просто. Тут Kirin 980, и он меня всячески радует. Я не буду говорить прям, что он теперь равен 845, потому что в той же игре PUBG G, PUBG Mobile, например, мои субъективные чисто ощущения, то, что немножечко все-таки как-то чуть-чуть не хватает скорости. Но это значительно лучше, чем Kirin 970 и провисаний в игре, падение FPS, которые так боятся все игроки по праву, я не наблюдал. Я не поленился, несколько каток поиграл на обоих телефонах в PUBG Mobile. Я поиграл в танки. На танках иногда, когда много соперников вокруг, до 50-52 иногда падает FPS. То, чего не падает на 835, на 845. Но все это я рассказываю, это не всем нужно. Короче, ребят, самое главное, на максимальных настройках теперь игры вы запустите, ничего, никаких проблем не будет. Потому что когда я тестировал P20, P20 Pro на Kirin 970, что бы вы ни писали, что у меня все идет великолепно и без проблем, ребята, иногда FPS падает, так как не должно падать на телефоне, там за 50-60 тысяч. Сейчас эту проблему решили, производительность стала в разы выше. И кроме того, я вижу разницу, телефоны стали работать более быстро. И мне нравится это, черт подери, мне нравится то, что телефоны стали более быстро. Я вижу разницу по сравнению с P20 и с P20 Pro. С другой стороны, смотрите, выбирая между ними, я однозначно бы купил вот обычные, без приставки Pro. Разъема для наушников нет, я понимаю, для многих это не проблема. Но, все-таки, ребята, разница там, грубо говоря, там сколько, 10 или даже 20 тысяч. Но цены, посмотрите, по ссылке под этим видео, они будут меняться. Там порядочная разница в цене. Вроде OLED-экран, но какой-то глобальной разницы, вот на свои глаза, я между телефонами не вижу. Кроме того, что здесь у нас вырез меньше, что для меня критично. Здесь это монобровь, здесь вырез, ее можно скрыть, кстати, полностью. Кроме того, что здесь есть разъем для наушников, ну, удобно мне, можете называть меня старпером и так далее. Хотя я достаточно технологичный человек, я катаюсь на моноколесах, я их уже, черт, я 8 моноколес сменил. 8. То есть, я люблю современную технику, но для меня это важно. Беспроводная зарядка, да, она есть только в прошке, безусловно, здесь также только в прошке есть полноценная водозащита, здесь нет водозащиты, но, но, ребят, какой-то такой сканер в экране, да, это тоже круто, но все равно я бы выбрал себе обычную Mate 20. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, дело вкуса. Вывод по этим трем телефонам. Что касается Mate 20, то камера все-таки уступает, реально уступает, это вы можете посмотреть, например, фотографии, но незначительно. В некоторых ситуациях, при хорошем освещении, даже сложно сказать, на какой телефон что снято. Но, конечно, эти два более крутые. Кстати, зум еще трехкратный на прошке, оптический, разумеется, и оптический зум приближения двухкратный на Mate 20. Примеры также я приложил. Очень крутая штука. То выбирая между ними, каждый для себя выбор сделает сам. Я, конечно, выбираю, вот опять съехал. Вот опять съехал, засранец, положил его вот себе на ногу, на джинсы, он съезжает, я не прикалываюсь. Но это справедливо ко всем стеклянным телефонам. Основное отличие от P20 предыдущей серии, это скорость работы, которая стала выше. Приложение открывается быстрее, приятнее. Это, конечно же, дизайн немножко другой. В Mate 20 сделали меньше монобровь, вернули разъем для наушники. И прям вот Mate 20, подождать еще ценник, если снизится, я думаю, будет прям один из самых популярных телефонов. Потому что мы видели с P20 Pro, с P20 цены снижались. С другой стороны, если вы владеете P20 и P20 Pro, камера, по-моему, точно такая же. Ничего они не улучшили. Налепили три камеры, но только от этого большого, как обычно, нет. Менять, мне кажется, не стоит. А если у вас какой-нибудь другой телефон, любой марки совершенно, неважно, какой операционной системе, то, надеюсь, вам, надеюсь, вот что-то пишут, надеюсь, мой обзор вам помог и выбрать между этими двумя телефонами основной. Я за P20. Не знаю, может быть, вам больше по душе по P20 Pro. Напишите свое мнение об этих телефонах и, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.